Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бахтина Елена, и я переводчик с языка человеческого тела на человеческий язык. Сегодня встретила свою знакомую, а она в плохом очень настроении, говорит, Лена, я не знаю, что со мной происходит. Моя кожа, моя кожа, она потеряла эластичность, она потеряла тургор, каждый день я вижу новую морщину, помятость какую-то, целлюлит вылез. Я не знаю, что со мной происходит, обвальное старение, такое разве возможно? Но так как ей было совсем плохо, это мои знакомые, говорю, давай ты посидишь, а я позадаю тебе вопрос и поговорю с твоей кожей. Я посидела, позадавала вопрос этой девушке, но на самом деле поговорила с ее кожей. И вот этот диалог хочу вам передать, потому что кожа мне нажаловалась. Я спрашиваю, кожа, что такое, что такое, почему, почему вот ты себя так ведешь? Она говорит, Лена, скажи ей, скажи ей, мы это большой орган, 16 килограмм веса, это кожа, это огромное количество клеток, огромное количество межклеточных пространств, заполненный коллагеном, эластином, глюкозами, иногликанами. А она ест каши, булки и какие-то салаты, в которых совершенно нет белка. Нет, но она утром пьет питьевой коллаген, косметический, и думает, что это и пойдет в кожу. А на самом деле у нас просто это отбирают. Вот пришел белок, из которого мы хотели бы построить коллаген. Мы говорим, это же косметический коллаген, это для нас, для кожи. А головной мозг говорит, а я важнее, а я же компьютер. А сердце говорит, а когда мозг наестся, когда он себя перестроит полностью, я заберу остатки белка, потому что я пламенный мотор, без меня никуда. А печень говорит, а после сердца я на очереди, потому что я биохимическая лаборатория. И что, и мы годами сидим и не можем сделать этот коллаген. О какой красоте вообще кожи может идти речь. А потом, знаете, что она мне еще сказала? Говорит, а ты знаешь, на каком подсосе по железу мы живем? Даже тот коллаген, который мы умудряемся сделать, вот эта вот косичка, которую мы умудряемся заплести, сложная. На самом деле она тут же расплетается, потому что она не знает своего ферритина. Потому что она никогда в жизни не смотрела на свой гемоглобин. Ходит с гемоглобином 100 и думает, что все у нее хорошо. Вот ты ей передай. И я ей передала все это дело. Я все это передала. На самом деле последние 15 лет я собираю вот эти сведения от различных организмов. У кого-то печень разговорчивая, у кого-то почки разговорчивые, у кого-то кожа разговорчивая. И упаковала это все в очень умную систему. Система называется Старости. Нет! Ссылка на эту систему сразу под этим видео. Пользуйтесь, пожалуйста. Это прям ликбез. Как жить в своем теле и не бесить собственную кожу. Как жить в своем теле и делать так, чтобы ваша кожа была вам благодарна. А с ней вместе печень, почки и другие цветочки. Присоединяйтесь. Старости нет. Это просто мы чего-то не догоняем.